Привет всем! Сегодня речь пойдет меня вот о таком лезвии ножа. Для этого лезвия нужна была ручка. У меня был отрезок из ламината, который я вырезал электролобзиком, впоследствии как очертив. Наложил ее примерно на ту длину, которая ручка не выходила вот за эти пределы. Очертил острым предметом, начертил фломастером жирную точку по всему диаметру отверстия. В этой точке нашел середину, просверлил, установил болтик, зажал гаечкой, чтобы никуда в сторону не ушла на начерченном следу. Потом проделал такое же действие как и в первом. Начал подготавливать вторую деталь второй стороны. Только я правда перепутал. Это была лицевая сторона, вот как цвет дерева. А здесь я забыл перевернуть, поэтому получилось это внутренняя сторона. Проделал точно все точно так же. Еще не отпиленной детали. Отчертил, все так же отверстие проделал. Уж потом только начал это электролобзиком выпиливать ее. Выпиливал я ближе к черте, очерченный. Потом начал, так как отверстия у меня были просверлены, я сразу сделал углубление для этих отверстий. Как по подшляпку вот этого болтика, высоту этой шляпки, то есть глубину потая и чуть шире самой, так как чтобы этот болтик заходил именно вглубь этого, сравнялся вместе с плоскость этой ручки. Ну и точно так же с гаечками. Размер гаечек. Установив сверло размер гайки, просверлив на глубину гайки. Где-то может зачистив отверткой эту глубину потом, чтобы не переборщить. И уже потом гайку наставил и молотком приударил на железном материале. И она провалилась. Здесь у меня получилось хорошо, а здесь чуть-чуть осталось с выступом. Можно было бы вытащить и отверткой прочистить, и она бы углубилась. Я что-то оставил так. Сначала я обрабатывал на электростанке камнем по отдельности ручки. Подгонял ближе к этому очерченному следу. Уже потом, когда подгонял ближе, я уже сложил вместе, закрутил, зажал в тиски. И начал напильником подгонять под одну плоскость. Видите? Так, когда я подогнал, эти углы были у меня острые изначально. Делал идентичные одна другой. А это тонкая работа, потому что к той очерченному следу, чтобы не переборщить. Потом, когда я уже ближе к этой черте подогнал, я уже установил ее на лезвие самого ножа, чтобы это лезвие ручки не выходило за пределы этой ручки. Так как она бы, когда начала бы резать руку, тут немножко край выходил я его отдельно напильником сточил. Потом сложил их вместе, зажал их. И уже так же... Здесь у меня, кстати, болтик скручивается в саму деталь, как бы нарезав самой детали резьбу. А вот здесь я уже... Изначально тоже была здесь резьба в самой детали. Потом, когда я при затягивании начал затягивать, у меня гайка... То есть, эта сторона не притягивалась к этому ножу. Поэтому я здесь отверстие уже просверлил чуть шире, но чтобы болт в нем свободно мог входить и выходить, но не болтался в нем. Свободного входа такого не было. Чтобы ручка не уходила в сторону тем самым. И когда я закрутил их, болтики так и зажал в тиски, я говорю, эти углы были острые изначально. Когда я четко подогнал, уже после принялся за расточение этих углов. Уже без ножа. Поэтому как тут не совсем удобно с ножом. Ну где как? Где с ножом, где с лезвием, где без лезвия. Так, зажимал в тиски и подгонял. Лака у меня не было, поэтому как бы она приобрела цвет уже немножко такой... Ну, это можно обработать мелкой наждачкой. Залакировать и будет ручка, что магазинная. Так, вот из этого материала, ламинат, очень удобно делать ручки. Плотнее зажимаем. Все. Здесь есть маленькая недоработка. Вот эта сторона немножко на полмиллиметра или сколько выше получилась. Даже отсюда здесь видно. И сама по длине тоже чуть-чуть длиннее. Ее можно было выскочить. Но я так оставил. Поэтому для такой работы я ставлю себе оценку, ну, троечку. Так как есть недоработки такие. Кому было интересно мое видео, ставьте оценки. Спасибо за внимание. Пока. Поехали. Поехали. Продолжение следует...